МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Будь по-твоему, часто ли мы готовы сказать эти слова близкому человеку и пойти на компромисс? С вами Радислав Гондар. Здравствуйте. Принято считать, что бурные ссоры благотворно влияют на семейную жизнь. Но наши сегодняшние герои доходят до крайности во время выяснения отношений. Как не развестись после того, что в запале наговорил другому? Наши сегодняшние герои Гульнара и Вадим. Встречайте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вадим, что Гульнара должна сказать вам в конце сегодняшней программы? Как вы считаете? Вы знаете, мне бы хотелось, чтобы она произнесла такие слова, чтобы наши ссоры будущие, нежелательные, не доходили до таких критических вещей и моментов, как, например, прокалывание шин или разбивание окон. И уж тем более до развода. Ну, в этом не может быть и речи, как я понимаю, правильно? Без прокалывания шин, что это за семейная ссора и без битья стекол? Ну, это не просто так все происходит. У этого есть причины. Да, конечно. Что это, темперамент или иначе не доходит до Вадима? Ну, иначе, наверное, нет. Ну, просто мы с ним как кошка с собакой. То есть и вместе не можем, и порзань. Как-то так. Познакомились вы тоже с какой-нибудь дракой? Нет, что вы. Нас... На боксе где-нибудь? Нет, нас познакомил его друг. Очень долго дружили. Вы ценили эту дружбу? В этой дружбе для вас была какая-то, не знаю, ценность? Была ценность. И общаться. В принципе, это первый друг именно вот женского пола, который у меня появился. Она мне очень нравилась. Она была стильной, интересной, общительной. Очень много нового я узнавал у нее. Прям как... В принципе, как бы вот... Я, можно сказать, вот только вот жил ее рассказами, ее общением. Там гуляли. Ну, было все просто идеально. Первая инициатива с ее стороны. То есть вы разрушили эту дружбу? Трогательную, такую ценную для Вадима? Да, это я. Просто я почувствовала, что у меня некое большее к этому человеку. Но настолько я вообще обжигалась, наверное, в отношениях, что я уже перестала доверять мужчинам просто-напросто. Что на тот момент он, наверное, вот именно в идеальный момент просто в моей жизни встретился, что... И Вадим вам вернул веру в мужчин? Да. То есть с его стороны тоже, естественно, я почувствовала, что что-то есть. Просто как бы я сделала первый шаг, наверное. И вот когда первая ссора произошла? Месяц спустя. Где-то месяц спустя я увидела его с другой стороны уже, как мужчину. Ну и ревность была жуткая с его стороны, то есть я не думала, что он такой человек. То есть как друг он вообще прям идеальный был человек. А как вот мужчина несовершенен? Да все мы несовершенны. Что там у вас было с каким-то там медовым месяцем, помолвкой? Какая-то вот такая вот штука, я помню, что-то вы пока еще не поженились. Была помолвка? У нас необычная ситуация. Я являюсь... У меня вера православная, она мусульманка. В мусульманстве есть строгие традиции, строгие правила. Так как мусульманка не имеет права брать... Не имеет права... Вступать в брачные отношения с человеком другого вероисповедания. Я знаю, что православие тоже не слишком это приветствует. И все же как бы допускает. А в мусульманстве это категорично. Это как бы вот даже не обсуждается. И мне пришлось примерно около трех, с тремя мулами общаться. Вот, наверное, третий или четвертый, вот я прям не помню, который согласился. И то очень относительно. Ну, я думаю, что он внутренне, в общем, хотел вам счастья и понимал, что вы, ну, не знаю, там, созданы друг для друга. Не хотел препятствовать просто вашим отношениям. Я к помолвке очень сильно готовился, именно вот по вере. Я узнал ближе мусульманскую веру и их обычаи, их обряды, их как бы все. Ну, вы поженились только, ну, светским браком, да? Вы никаких обрядов религиозных не совершали? Нет, нет. Этого мешает как-то родителям? Нет, ни родителям, ни нам это не мешает. Мы как бы особо не обращаем внимания. Пройдите, пожалуйста, на ваши места. Спасибо вам. А мы обратимся к вашим друзьям. У нас в студии подруга Гульнара Вика. Прошу вас. Вика, а вы были свидетелем ссор? Да, была не раз. И абсолютно разных. Что Гульнара вам рассказывает об этих отношениях, об отношениях с Вадимом? Ну, если заходит об этом речь, это обычно их очередает какая-то ссора. То есть она звонит там в слезах или не в слезах. А что она говорит? Слушай, я опять из-за своей вспыльчивости, да? Опять наговорила лишнего. Бедняжечка, как я его обидел, он все для меня делает. А я дура, я дура. Нет, конечно, нет. Нет? Нет, но она звонит и как бы сейчас уже, вот именно сейчас. То есть там даже особо не задается вопрос, что опять случилось. Как обычно, ну да, как обычно. Звонок так, Гульнара, ну понятно. Может, лучше им расстаться от греха подальше. Знаете, дети пойдут с покалеченными. Не знаю, нет. Я, конечно, считаю, что они друг другу вообще не подходят. Не подходят они друг другу? Но это лично мое мнение. Я считаю, что... Не знаю, я не вижу просто у них будущего. Если, может быть, конечно, у них изменится какой-то же личный, там, бытовой вопрос, то, возможно, шансы есть. А у вас данной ситуации нет. А вы не говорили вот до этой программы, Гульнари, о том, что вы считаете, что она с Владимом не пара? Говорила, конечно, не раз. Что она говорит, я понимаю, но что я могу поделать? Или вот что, как она отвечает на это? Ну, я даже не знаю, как это сформулировать. Она говорит, ну я вот его люблю, ну вот что же, как же. Есть чувства по этому, я же ей не советую прям все, брось его. Просто моя точка зрения. Пока есть чувства, они будут вместе. Просто их чувства убивают они же сами. Я не понимаю, почему вот эти какие-то бытовые проблемы, вот это непонимание, откуда оно все взялось. Второй раз звучит бытовые проблемы, будем с этим тоже разбираться, выясним этот вопрос. Спасибо, Вика. Прошу вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Это программа «Будь по-твоему». Наши герои сегодня Гульнара и Вадим, молодая супружеская пара, в семье которых кипят итальянские страсти. Они пришли на эту программу для того, чтобы научиться не перегибать палку и попытаться сохранить семью. Настало время откровенного разговора, Вадим, начнем с вас. АПЛОДИСМЕНТЫ Я ведь когда сказал попытаться сохранить семью, но мне показалось, что угроза есть, судя по тому, что говорят ваши друзья. Действительно, может так статься, что формы выражения вашей страсти может в какой-то момент надломить супружеские отношения? Вы знаете, может быть, со стороны это и заметно. И, в принципе, мнение Виктории, да, мне ничего не говорит, такого быть не может. Это категорически как бы просто как бы неприемлемо для меня. Все, что угодно, любые ссоры, я только не это. Только не развод в смысле, да? Да, так как мы сблизились, я просто как бы ощущаю, и в принципе, что это было неспроста. У нас это очень сильный шаг, это для нас поступок именно жизненный, большая ответственность. Ну, у вас ссоры каждый день или чаще? Переодичность примерно такая, раз в неделю. И все начинается с банального. Реально, любая вспышка, любая вот... Бытовая мелочь. Бытовая мелочь. Виктор, было что-то об изменении бытовых условий, которые могли бы, ну, снизить накал, снизить напряжение. О чем речь? Ну, в принципе, она, скорее всего, имела в виду то, что мы живем в одной квартире, в двухкомнатной квартире с родителями, с жены. Они кого-то защищают из вас, выступают на чьей-то стране? Нет, нет. Для них это тоже непонятно. Она, в принципе, они достаточно люди взрослые, люди старых закалок. И для них это просто непонятно, что из-за обычных, не то что бытовой, я не знаю, из-за обычного, там, ну, любое. Из-за пустяка начинается вообще, не то что вулкан, а прямо буря эмоций и какие-то недовольства. Судя по тому, как вы рассказываете, вы имеете в виду Гульнару, что это у нее из-за пустяка вспыхивает все, да? То есть она все время спичку подносит к пороховой бочке. Вы знаете, мое видение, в принципе, как бы, да, вот, она начинает, она это все вот раз... Ну, а почему вы подхватываете? Вы знаете, я не подхватываюсь сразу, меня очень сложно вывести, в принципе, как бы, я не ведусь на такие уловки, можно так сказать. Можно привести последнюю, в принципе, последнюю серьезную ссору. Обычный, скажем так, субботний вечер, мы находимся дома, все спокойно в комнате, телевизор, компьютер, все, все спокойно, все нормально, как обычная семья. Она говорит, попросила меня, сходи, пожалуйста, за семечками. Ну, вот, захотелось ей за семечками. Субботний вечер нормальная просьба, так? Может быть. Я ей объяснил, как бы, в принципе, я целый день находился дома, ну, нет у меня, не то, что я не желаю сходить за семечками, да, а, в принципе, не хочу выходить на улицу. Ну, вот, не хочется мне. На что она вообще вспылила? Как это ты не хочешь, ты целый день сидишь дома, ты ничего не делаешь, все, как завелась. Я, в принципе, не помню, как бы, вот, слова. Ну, то есть вам, на вас повесили и другие, как это называется, эти нераскрытые преступления, да, глухглушники, да, вспомнились и другие ваши преступления, даже несовершенные. Всплывают такие вещи, что я, в принципе, даже о себе такого нового узнаю, на самом деле, знаете, еще и с такой стороны. Например, что? Хочется понять, вот, чтобы ситуация не была абстрактной, что, например, было предъявлено? Ну, грубо говоря, начинает, я позвоню, допустим, я расскажу друзьям, какой ты на самом деле. Я позвоню на работу, все узнают, какой ты на самом деле, какой ты, как бы, что ты говоришь мне. Что ты за семечками не пошел? Да. Понимаете, как бы, вот, доходит, доходит, в принципе, до абсурда, реально, как бы, вот. Ну, за семечки вы пошли все-таки? Нет. Я приглашаю в студию моего коллегу следующего, Виктора Пономаренко. Динара, здравствуйте. Вадим, здравствуйте. Вадим, ссоры ведь на пустом месте не возникают. Вот в этом ворохе сарказма, где-то даже приправленного оскорблениями, где-то совершенно новыми для вас фактами ранее неизведанными, да, неизвестными вам. Вот все-таки в этом потоке информации, которые периодически выдает ваша жена. Что главное? Вы слышите, что она хочет до вас донести? Что хочет-то? Жена. Понимаете, как бы, чтобы понять ее, мне кажется, надо копнуть просто глубже. Давайте копнем. Потому что вы ее достали, вот это точно. Вот чем-то вы ее сильно достали. И подруга об этом говорит, тоже неспроста. Ну, скажем так, мы общались раньше на эти темы, и в принципе это известно и нам, и даже вот нашим друзьям, так как она с детства, ей не доставало внимания. А именно какого внимания? Доставало мужского, а именно отцовского внимания. Вадим, можно я уточню, что значит отцовское внимание? Вот в вашем представлении. В представлении, может быть, Гульнара, если вы знаете, вы об этом можете судить. Ну как, отцовское внимание, это как? Отцовское внимание, это вот, она мне рассказывала, прям еще в детстве, в принципе, как она помнит, что прибегала, не знаю, там с шашками, там с журналом, или там даже с мечом, пыталась ему как-то подыграть, пыталась его заинтересовать. Просто заинтересовать собой, как живым человеком. Да, с ощущением, как ребенком, потому что она говорит, выходит на улицу, там папа, допустим, с ее сверстниками, папа играет, там в песочнице, что-то интересуется, как-то подыгрывать ребенку, ну как, в принципе, я так считаю, так и должно быть. А она как бы вот всегда была обделена этим. Стоп, ну она же не ребенок, она взрослая девушка, женщина, она замужняя женщина. Что это, как это сегодня-то проявляется? Ну папа, да, когда-то не играл с ней в шашки, но теперь у нее есть вы, и вы не просто с ней, муж и жена, вы друзья, и с дружбы же все началось. Где здесь? Вот я что-то версию эту вашу пока не поддерживаю, не понимаю. Внимание отца, и вот она вас ищет отца, а вы не внимательны. Психоанализ не прокатил. Что-то вот оно, да, что-то оно как-то вот, да, так вы сказали... Психоанализ не прокатил, говорю. Вот как мы сейчас говорим интеллигентные люди, не катит, понимаете, вот не катит оно как-то сейчас. А можно я версию свою выскажу? Да. Прямо я хотел еще... А может быть, это был... Вот она, Гульнар, от вас рыцарского поступка, вот представьте, все равно, что она за маленьким цветочком вас послала. А вы сказали, а что-то лом мне на улицу выходи, я пригрелся на диване. Она говорит, принеси мне цветочек, там, я не знаю, семечки, цветочек, колечко, там, не важно. Что-нибудь ненужное. Вы знаете, в моем представлении, если уж говорить серьезно и продолжать серьезный разговор, в моем представлении, здесь вообще речь идет не о том, что она требовала внимания. Она потребовала... Бой тоже не прокатил. Как-то вот, да, как-то вот оно проколоты пока, видимо, те самые колеса, на которых мы пытаемся въехать в версию. Вот в моем представлении здесь другое. Она специально, вот как я думаю, она специально выбрала ситуацию, когда она точно знала, что вы не хотите никуда идти, она специально выбрала просьбу, которую вы точно не захотите в эту, так сказать, божественную субботу, расслабленную, и наконец-то вы ее обрели, вот, выполнить. И она вам заведомо невыполнимую или трудновыполнимую просьбу предъявила, а когда вы в ее ожидании, это было запрограммировано ею, не пошли, она этого ждала, она вам и выдала по полной программе, получая фашист гранату. И вот здесь возникает очень серьезный вопрос. Чем-то она вас, Вадим, недовольна. Немного отступлю и вернусь именно, вот, повторю вашу фразу, травма, да, вот, именно детская травма. В принципе, я считаю, и она согласилась, что это травма. То есть она больная, у нее невроз. Ну, в хорошем состоянии, я это хочу сказать. И вот вы хотите сказать, что она настолько невротизирована с детства, что любое ваше, ну, мелкое недопонимание на бытовом уровне взрывает ее сразу, как петарду. И что она просто не в силах вынести даже элементарного отказа. Но позвольте вам не поверить, если бы это было так, разве вы на этапе вашей дружбы не отмечали бы в ней все то же самое? Ведь это никуда не девается, это нельзя из кармана вынуть и обратно в карман спрятать. Значит, вы ничто не ставите себе, будем так говорить, в вину. Но поймите меня правильно, в вину я не хочу вас винить и обвинять. Я имею в виду некую недоработку, которой недовольна ваша жена, ведь у вас же нет детей или есть дети? Пока нет. Пока нет? Вот, видите, пока у вас нет детей, но вы готовитесь стать родителями. Да, несомненно. Вот как версия, видите, вот эта версия, мне больше кажется интересной. Может быть, она не видит в вас реального отца, не в физиологическом, естественно, смысле, а в социальном смысле. Может быть, она ставит вам в упрек вашу неготовность взять на себя больше ответственности, чем ответственность друга и любовника, которым вы сейчас являетесь. И здесь, в общем, у вас все в порядке, насколько я понимаю. Знаете, я скажу даже больше. Она как раз видит во всех планах меня как отца, как отца ее ребенка. У нас даже в проекции уже есть даже пол, имя, и чуть ли мы уже ребенка в школу не отправили. То есть она не переживает за то, что вы не справитесь с ролью отца, именно с социальной ролью отца. В этом точно я убежден, что не. И вы готовы, вы чувствуетесь готовы? Я готов. И моя версия не прокатила, Радислав. Неужто в семечках, правда, дело? Неужто так хотелось семечек? Ну, как-то, знаете, все вот на семечке как-то вот не хочется разменивать. Почему-то кажется, что эти люди абсолютно не шутят и нас не разыгрывают здесь. Не с семечками тут пахнет. Тут запах какой-то более серьезный. Жареным пахнет? Да. Или пахнет керосином? Керосином, я боюсь, да, керосином. Давайте все-таки покопаем еще. Вадим, как-то вот вы, мне кажется, не признаетесь за собой, не признаете за собой никаких отклонений. То есть это действительно так? Или все-таки что-то есть? Я ведь недаром интересуюсь, иначе мы не решим вопрос. Вы знаете, я не спорю, возможно, у меня есть какие-то минусы. Не надо возможно, надо точно. Потому что если вы сейчас себе припишите какие-то минусы, то это опять будет тупиковая версия. Хорошо. Гульнара что-то вам об этом говорит в своих ваших ссорах, в ее резких, может быть, обидных для вас высказываниях. Как это звучит? Самое главное, это вот фраза. Недостаток внимания с моей стороны. Недостаток внимания. Но, но, внимание для нее, для ее, вот в ее понимании, внимание это как? Это находишься в комнате, обязательно с ней вот так вот, вот, вот. Или вот так вот, как вот. То есть, как только вы куда-то навострите лыжи, она тут же говорит, стоп, я иду за тобой с шилом. Я, в принципе, не имею права как бы без нее куда-то пойти к друзьям, куда-то сказать. О, вот оно начало, вот оно пошло, вот, 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 вот мы копнули-то глубже, уже заблестело. Уже что-то, по крайней мере, стукнулось обо что-то твердое, то, что мы копаем. Чего не хватает? Почему уходите от жены? От жены? Ну, я имею в виду так вот, погулять, в хорошем смысле этого слова, прошвырнуться с друзьям. Ну, понимаете, для меня, в принципе, как бы неприемлемо, и я вот, как бы, убежден в этом, что постоянно находиться вот с ней, каждую свободную минуту, ну, не то, что, как бы, вот, бесполезная трата времени. Как? Это все должно быть в меру, потому что, так как мы живем, тем более, в таком мегаполисе, как Москва, у меня постоянно какие-то интересы, постоянно какие-то мысли появляются, у меня постоянно какая-то информация извне приходит. Я прихожу домой, вот, то же самое, да, вот, банальный вот компьютер, говорит, и сижу за играми. Компьютер же, это не просто игры, да, ну, они, может быть, присутствуют, я и не спорю, но в первую очередь, это, как бы, вот, допустим, интернет. Интернет – это информация. Нет, я постоянно вытаскиваю какую-то информацию, интересуюсь, как-то вот, как-то пытаюсь растянуть собой, там, для общего развития что-то вытягиваешь, понимаете? Это, извините, я спрошу просто буквально вот в заключении нашего такого первого диалога. Если не секрет, информация-то какого характера из интернета? Какого характера? Да, научно-познавательная какая-то или событийная, где что происходит? Событийная меня меньше, как бы, менее интересует, больше информация, информация такого характера, ну, вот, как бы, вот, инвестиции, именно, вот, как бы, вот, эта сфера. То есть бизнес? Вам бизнес? Финансы? Я пытаюсь себя найти, найти... То есть вы пытаетесь себя вот, 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 вот. Я услышал похоже, что искал. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Владимир. Кулинар, не могу не спросить, за что вы на самом деле шину-то прокололи? На самом деле он немножко лукавит, потому что было немножечко не так. То есть, да, был субботний вечер, он лежал за компьютером и все такое. А вот. А тут я решила отодравить нашу душевую кабину. Я ее отдраивала два часа, то есть, вся не пойми, какая нечесанная на башке, не пойми, что. И просто попросила его сходить за семечками не потому, что это мой каприз, вот он так считает, что это моя прихоть. А на самом деле это было просто просьба, потому что мы с ним не досмотрели фильм. То есть мы позавчера, как бы, смотрели, ну, то бишь, пятницу смотрели фильм. А в субботу как бы решили досмотреть, да, ну, просто, ну, скучно было бы просто смотреть фильм. Потому что нам порой уже часто бывает скучно, мы даже не знаем, о чем нам с ним говорить. То есть он постоянно как-то отнекивается, у него все, вот компьютер, у него информация идет, поток постоянно. А мне хочется просто по-человечески посидеть, поговорить. А он, я не люблю, говорит, о пустом, вот что у тебя там на районе случилось, еще там у подружки там что-то, там чего-то. Да неважно, ну, просто хочется, ну, по-человечески просто пообщаться, просто. Вот как это было раньше, когда мы дружили. Вот этого не хватает, этого нет. Он постоянно отсмеивается, постоянно говорит, о, передача насмотрелась там. То есть в какой-то степени. Вы перестали разговаривать? Ну, практически, да. Делиться друг с другом тем, что вас беспокоит? Нет, мы делимся, что на душе, в основном, я как бы постоянно, я постоянно за полочки, я постоянно все люблю. Да, я не спорю, я там дотошная где-то, я прям начинаю пилить все. Но я люблю вот так вот все разобрать, прям по полочкам, все вот разложить, чтобы вот не было никаких проблем. Он не хочет меня слушать. Все, слушай законопаченные, залиты воском, я качаю информацию об инвестициях, а у тебя подружки на районе и семечки. Это постоянно оскорбление, то есть это постоянно в адрес, с которыми я борюсь уже не знаю сколько. То есть я не приемлю, то есть я раньше не приемлю. Оскорбление о чем, что у вас примитивные интересы? Нет, не то, что примитивные. Ну, район, подружки там. Ну, не только, ну, просто вот, ну, грубо говоря, ну, разгорается вот какая-то ссора, да, там, и все. И он начинает прям вот, ну, так оскорблять, ну, мне это неприятно. Вы переходите на крик и пытаетесь вызывать его внимание экспрессией, словами. А в это время он еще больше сжимается и вообще говорит не о том. Да, совершенно верно. И ситуация становится безвыходной, от этого бессилия хочется. Что-то сделать, что-то... Такового тишины. Ну, просто, ну, я не знаю, куда-то действует эту энергию, наверное, я не знаю. Вы же находили как-то раньше возможность достучаться, быть услышанным? Ну, не знаю, как-то раньше он меня как-то больше понимал. Сейчас как-то вот у него... Ну, вот особенно после свадьбы, мне кажется, не знаю, может, просто все женщины так любят накручивать там то, что после свадьбы. Но мне почему-то кажется, что он как-то вот, а, типа, никуда не денется, все, то есть, да, он успокоился. Не нужно завоевывать, не нужно быть хорошим. А он никогда не завоевывал. То есть, даже предложение свадьбы, наверное, вот я как-то больше, наверное, этому способствовал, но я не знаю. Да, вообще, в жизни, по моим наблюдениям, чаще женщина произносит. Вы чувствуете, что Вадим перестал быть вам другом? Да, но уже давно я себя чувствую одиноко. Очень давно. Наверное, года полтора-два точно. Наш разговор дошел до того, до той границы, когда нужно приглашать психолога. Приглашим. Виктор, пожалуйста. Гульнара, ну вот вы услышали и, наверное, знали об этом, что и раньше, до этого разговора, что Вадим интересуется финансами, интересуется инвестициями, хочет себя найти. Вы об этом знали? Да. А вот как вы к этому относитесь? Не, на самом деле, я очень рада, что он занимается любимым делом, и я вообще никак этому не препятствую, на самом деле. Просто я считаю, что всему должна быть своя мера, да? То есть, как бы, если недели длится возле компьютера, и жены просто нету, то есть он приходит домой, сразу включает компьютер, он просыпается, он сразу включает компьютер, не по своим делам там умыться, покушать, он сразу включает компьютер. Можно вопрос? Вот он включает компьютер, и там ищет что? Это серьезная работа с компьютером? Или это такой уход в никуда? Просто лишь бы от семьи уйти? Вы знаете, раньше, скорее всего, был более серьезный подход, он занимался, он искал себя, он там различными книгами интересовался, там все. Но в последнее время, то есть он, скорее всего, общением больше. Просто общается, просто стал там отдыхать. Да. Скажите, пожалуйста, вот он в какой области все-таки мог бы реализоваться с вашей точки зрения? Я не знаю, может, спортсменом, но вот он с детства занимается спортом. Нет, ну подождите, он финансами занимается? Зачем единоборство и финансы? Это бывает, конечно, на биржах разные ситуации бывают, там единоборство пригождается иногда. Он хочет все и сразу? Хочет все и сразу, но меня при этом нет вообще. Подождите про вас. Я уже понял, что вы хотите быть рядом. Но чтобы быть рядом с идущим человеком, надо понимать, куда он идет. На самом деле, то ли он спортсмен, то ли он финансист. Вы так толком и не сказали, видимо, и не знаете, что он ищет. Может, он искал, да не нашел. Может, ему нужна была помощь, а помощи не было. Может, он хотел как-то и от вас уже помощи. Ну, хотя бы, знаете, как бывает помощь? Не помогаешь, так хоть не мешай искать. И этого не дождался. И оскорблял вас. Знаете, почему он оскорблял? Хотите, расскажу. Он хотел лишить вас воли сопротивляться. Он хотел вас обескуражить, правда? Он хотел, чтобы вы перестали его доставать. Вот он так вас пришпилил к какому-то месту, как ему показалось, обидным словом. И пошел к своему компьютеру, к финансам. А вы ему со спины, нет, я жива. В нокдаун. Отправил в нокдаун, а думал, что в нокаут. В жизни каждого человека, и не только мужчины, но и женщины, и вообще любого, наступает момент, когда он должен отдать себе отчет, кто он и зачем на этой земле. Это же плюс, когда мужчина ищет себя. Минус, если он в эти поиски оканчивается без результата. Разве жена не должна быть рядом? Разве не в этом ее предназначение? А не просто, чтобы своей красотой озарять его жилища и периодически позволять ему себя завоевывать. Он завоевывает мир, он завоевывает свою судьбу. У него бой посерьезней, чем за семечками сходить, даже когда неохота. Может быть, вы просто ему не помогаете в этом, а пытаетесь отвлечь его разговорами действительно о ерунде. Он вам правильно говорит. Подожди, Гульнара, ну это ерунда. Может быть, так происходит? Как вы полагаете? Нет, вы знаете, он одно время очень занимался эзотерикой. Он читал, он погряз в этих книгах. Мне это тоже интересно. Мы с ним общались. То есть мы находили общий язык, находили и как-то вот просто вот в очередных ссорах у нас вот выходит так, что мы любим давить на слабые места. В основном даже, наверное, я больше. И просто я его высмеяла, сказала, что вот, спустись на землю, ты не марсианин, убери свои антенны. Мы такие же люди здесь, как и все. И просто так же хотим жить, любить, раду. Нет, он обиделся, и он больше не делился со мной, вплоть больше не делится. А я пытаюсь, он мне уже не хочет. Так он уже открывал душу, как говорил один мой знакомый. Только откроешь, а туда как сразу, тьфу, приходится закрывать обратно. Ну, спасибо вам за то, что вы откровенно отвечали. Спасибо вам. Спасибо, Гульнар. С вами программа «Будь по-твоему». Сегодня наши герои Гульнара и Вадим, мы говорим о столкновении двух темпераментов в одной семье. Пройдите, пожалуйста, в центр, вам поможет психолог Виктор. Пожалуйста. Я прошу вас, Вадим, вы так закрылись, по моим впечатлениям, когда я начал вас расспрашивать о том, чего же от вас хочет Гульнара. Так попытались уйти куда-то в психоанализ, еще куда-то. Может быть, это следствие того, что вы не очень уже верите, что Гульнара готова вас по-настоящему выслушать. Попробуйте сказать. Мне кажется, что она что-то поняла уже. Она поняла, что не всегда не слышите вы. Время от времени и она тоже не слышит чего-то принципиально для вас важного. Попробуйте сказать это сейчас. Как бы изначально в процессе нашего общения, когда мы были друзьями, мы друг друга узнавали со всех сторон. Мы делились всем, абсолютно всем делились. Мне она очень близка была именно вот в том плане, что она открытый человек. То, что ты, ты, вы рассказываете не всем, а ей. То, что ты открытый человек, то, что как бы ты не гонишься за какими-то там, я не знаю, материальными там ценностями. Она очень искренний человек. Она чуть ли не единственный человек, который как бы из всех, кого я знаю, она не умеет лгать. Это правда на самом деле. То есть вы хотите, вы жаждете такого по-настоящему душевного общения. Вам интересен внутренний мир другого человека, тем более близкого человека. Вы знаете, в принципе, да. И вы не хотите размениваться на мелочи. Вот я понимаю теперь, почему он заговорил изначально о религиозных каких-то обрядах, об отношениях, о запретах и разрешениях, которых он добивался. Это ведь не случайно. Оказывается, мы имеем дело с по-настоящему духовным человеком, который ищет какого-то просветления, который ищет понимания правильного и одухотворенности жизни. И не даром возникла тема психоанализа, которую он попытался провести. Значит, ему это интересно. Он душевед. По крайней мере, он очень интересуется душевностью человека. Ведь это так? Вы это понимаете, Бульнара? Вадим, я прав? Я правильно вас понимаю? Да. Нет, ну понимаете, что самое интересное? Со своими друзьями он же говорит о таком же пустом, о тех же, что произошло там на тренировке, у кого что-чего случилось. Это жизнь. Мы живем на земле. А вот скажите, пожалуйста, Вадим, вот на эту реплику. Мне кажется, надо сразу ответить. Я отвечу. Мне нужен по душе именно близкий человек, именно в этом плане, чтобы он был наиболее, максимально подходил именно к моему душевному состоянию. И в принципе, ты такой являешься. Какой молодец. Слушайте, да никогда он друзьям не доверит того, что хочет доверить вам, самого сокровенного в своей душе. Правильно? Да. Вот и все. Какая цена вам получается, когда всю душу нараспашку, когда все, что есть до дна, ваше, и цена друзьям, которым вы его иногда ревнуете. Вы понимаете, насколько вы неправы в ваших подозрениях в том, что вы перестали быть дороги, что вы перестали быть интересны для вашего мужа? Вы услышали его, Вульнара? Да я, понимаете, это всегда понимала. У него все это есть. Я знаю, как он ко мне относится. Я знаю, что он меня оценит. А что же вы его доводите тогда? Я знаю, что он меня любит. Мы девушки. Мы привыкли слышать ушами, понимаете? Этого не хватает, что просто подойдет и скажет, ты так сегодня прекрасно выглядишь. Или дай я там тебя обниму, или поцелую, ну понимаете? Ну вот элементарных вот вещей. Просто элементарных вещей. А взамен? А взамен я готова всегда понимать все, к чему он стремится, всегда выслушать, где-то помочь. Не будете говорить, смотай антенны? Нет. И удочки зашли. Это вы так сказали, на высоте эмоций, что нет, а все равно будете. Нет. Я стараюсь в последнее время на это не... Если он мне один раз уже это сказал, я стараюсь этого не делать. Ну то есть, чтобы он слушал вас, и чтобы он к вам в припрыжку бежал с цветами и поцелуями, и там, я не знаю, и поздравлениями, с каждым днем, да, которые вы дарите друг другу, нужно его послушать. А не говорить ему оскорбительные вещи по поводу самого святого, что есть в его сознании. Он в поиске, он ищет, он хочет найти вас, в ваших глазах увидеть, что вы тоже сочувствуете этому поиску. А вы говорите, марсианин ты. Обидно. Обидели вы его, понимаете вы это или нет? Обидели, он замкнулся. А все равно не будет говорить о пустяках. Потому что он фальшивить не хочет. Поддастся вот так, улыбочку дежурную налепит себе на лицо, цветочек принесет чахленький какой-нибудь, с кулумбы сорванной. Да хоть чахленький. У бабы Нюры. А что, вам это надо? Это дежурная улыбка, чахлый цветочек? Или вам нужен подлинный ваш муж с его подлинной страстью и любовью к вам бесконечно? А? Разве вам достаточен какой-то искусственный мужичок декоративный? Или все-таки подлинное чувство должно быть? Но он не сможет фальшивить. Не сможет фальшивить. Поэтому он и не носит цветочки. Понимаете? Фальшивить ведь приходится. А вы обижаетесь. Вы примите его таким, какой он есть, каким он к вам идет. Странный, марсианин. Необычный человек ваш муж. А он вам за это цветами всю дорогу, все поле, всю площадь завалит. Потому что за это все отдают. Не только цветы, но и жизнь. За такую женщину и за такое взаимопонимание. Я правильно здесь говорю? Я правильно понял вас в ваших словах? И может быть чуть-чуть от себя что-то добавил, интерпретировал? Или я здесь что-то приврал? Нет. Вы на самом деле меня, к моему удивлению, честно, поняли меня очень-очень верно. Просто я вот вижу недовольство в ее глазах. А он прав, что вы недовольны? Ну, где-то да. Чем вы недовольны? Расскажите. Ну, потому что, ну, это надо, я не знаю, это, понимаете, это надо хотя бы один день просто провести с нами и понять мое недовольство. А это мысли, Вик. Это не берется с неба, понимаете? Он меня больше не слышит. Я не говорю, что вот там ты меня больше, там нет. Ну, просто, ну, я не знаю, ну, я как-то женщина больше. Будем считаться, будем считаться вот так между вами, как на базаре там, да? Ну, кто первый, кто отдаст. Так будем считаться. Или все-таки вспомним то, о чем никогда вы не забывали, о том, что вы любящие люди. И подарим сначала себя. Вот ради такой женщины, которая тебя понимает, забывает про все на свете. А ради женщины, которая говорит, ах, оставь ты все эти сомнения, все эти глупости, оставь. Пойди купи картошки, семечек. Стол сейчас накроем, поедим, кино посмотрим, спать ляжем. Подумаем о детях. Как назовем, в какой институт устроим. А все твои метания, искания – это чепуха. Вот ведь о чем речь. Я уже старалась даже как-то свыкнуться с этим, что человек, да, он такой. Что он своеобразный. Своеобразный, да. Свыкнуться и не попытаться понять. И вот, да, и вот уже все, и никак. И человек все равно. То есть ему хорошо его не трогать, все, он хоп, уселся. Ну, а почему тогда? Вы знаете, вот это только кажется, что хорошо тому, кем недовольна любимая женщина. Ему так вот хорошо, да ему хуже всех. Но у вас еще хоть какая-то надежда остается, что он одумается и сходит за семечками. Одумается и подарит цветы. Потому что это на самом деле несложно. У вас есть такая надежда. И вы, когда повышаете на него голос, в этой надежде живете. А у него надежды уже нет. Гульнара, вот станьте ему другом без всяких условий, без всяких «но». Услышьте его, и тогда он вам в ответ, так устроен человек, туда, где ему хорошо, он приносит все, чем владеет. И внимание, и цветы, и деньги, и слезы, и радости, все будет ваше. И не придется вам требовать этого у него с криком и какими-то даже угрозами. Понимаете? Вот что я хотел сказать. Спасибо вам. С вами программа «Будь по-твоему». В нашей студии сегодня супруги Гульнара и Вадим. Мы боимся свидетелями интересного диалога, который, может, не сразу получился. Но все-таки получился, Виктор. Обсудим. Мы как-то в течение программы все пытались разобраться, и у меня было впечатление, что мы ходим по кругу, и более того, ходим по кругу не там. Да, было дело. В какой-то момент я был потрясен тем, что вам удалось найти то, что мы искали, и искали не там. Как-то вот ощущение, что вот нашли, но как-то все зыбко, нет четкости какой-то, нет однозначности и понимания с обеих сторон. Радислав... И в том, как вы это формулируете, здесь нет четкости, здесь все зыбко, нет четкости в личности, Вадима, нет четкости. Он, проходя этапы своего становления, дошел до какого-то определенного уровня, который для него теперь уже кажется пройденным. Но следующего уровня миропонимания, зрелости человеческой, способности разбираться в людях, и главное, видение собственной перспективы. Я-то кто на этой земле, задает он себе вопрос, вот этого пока нет, здесь все зыбко и нечетко. Зыбко и нечетко. Пока он не обретет себя, не обретет вот этой ясности, четкости, тогда все вернется на свои места. Он станет нормальным парнем земли. Это нормальный этап для мужчины, он не значит, что будет всю жизнь. Действительно, и мужчина, да и женщина, наверное, проходят этапы в своей жизни, когда, знаете, время разбрасывать камни, время собирать камни. Вот сейчас время разбрасывать камни, наступит время собирать камни. Есть такое описание периода жизни человека, когда всем вокруг кажется, что происходит стагнация, да и он сам может впасть в непонимание этого этапа. А потом вдруг прыжок, и люди должны поддерживать его не только в тот момент, когда он взлетает к звездам, когда он достигает, когда он полон сил, стратегий, там, тактик, понимание чего, как. Но и в те моменты, когда он готовится к прыжку. Но избавляет это их от обязанности даже доставлять мелкие радости. Сейчас о глобальных подвигах речь идет. Мелкие радости, которые... Я думаю, конечно, не избавляет. Это ни в коем случае не избавляет. Тем более, что в нашей ситуации с нашими уважаемыми героями происходит следующее. Гульнара уже не просто говорит. Она кричит о том, что ей не хватает внимания. А он действительно этого сейчас не слышит, полагая. Но раз для меня это не так принципиально, то чего она, собственно, хочет? В какой-то момент они, видимо, потерялись в этом диалоге. Они где-то сорвались. Они вполне, возможно, и даже наверняка случайно, так вот бывает иногда между людьми, оскорбили друг друга, сильнее обидели, чем это им самим показалось, и замкнулись. И у каждого уже свое представление о происходящем, своя картина мира, свое представление о конфликте. И все, и пошли столкновения. Одно другого больнее, одно другого крикливее и деструктивнее. И круг замкнулся. Круг замкнулся, и для взаимопонимания уже нет почвы, нет оснований. А жаль, не просто жаль, это нельзя допустить. Вы знаете, прозвучали слова, что они не пара друг другу. Вы психолог, вы людей видите насквозь. То есть, что правда, похоже, что они не созданы друг для друга. Ну, во-первых, если мы говорим о наших героях, то они созданы друг для друга. Но я бы сказал так. Пара или не пара, в моем представлении, с моих, так сказать, теоретических и позиций, подкрепленных многолетним практическим опытом, это не вопрос создателя людей. Вот создал пару, создал не пару, создал две половинки. Это все мифология. В реальности любые мужчины и женщины могут стать друг для друга прекрасной, превосходной парой. Только при условии, если они хорошо поймут, с кем они живут. Не с иллюзией, не с собственным каким-то вот застывшим представлением, а по-настоящему с кем и постараются, вот это главное условие, постараются для этого человека своим поведением создать максимально комфортные условия жизни. Гульнара должна понять, насколько душевные искания вот эти вот важны сейчас для Вадима, а он, безусловно, обязан из этих империй, так сказать, душевных, как-то вот вылезать наружу из этих озер глубоких, вылезать наружу и видеть, что... И жить и на земле, в том числе. На земле с живым человеком, который страдает и просит его о внимании. А он, видите, даже здесь начал философствовать, подводить какую-то психоаналитическую базу под ее жажду внимания. Под семечки. Под семечки. А я ему прямо сказал, папа тут ни при чем, внимание от вас нужно, а не от папы. И нечего залезать вот в эти психоаналитические дебри, из которых сам Фрейд живым не ушел. Спасибо, Виктор. Так я и думаю. Ну что ж, вы услышали мнение Виктора, я постарался как-то высказать свое мнение, вы слышали одобрение зала каким-то вашим словам. Но все равно это ваша жизнь, начинающаяся пока совместная жизнь, в которой вам еще предстоит многое сделать. И кое-что вы сможете сделать уже здесь. Но прежде чем вы ее используете, я должен сказать вам спасибо от имени всех, кто в подобную ситуацию ищет выхода и благодаря вам, возможно, начать. Спасибо. Итак, сейчас может реализоваться желание Вадима. Он в начале программы сказал, я хочу, чтобы Гульнара сказала, что ее выражение претензий ко мне больше не будет носить такого деструктивного, такого яркого, такого, скажем, разрушающего характера. Но, Вадим, здесь будет возможность и вам сделать шаг и сказать таким образом, Гульнара будет по-твоему. Это будет означать, что вы услышали ее, о ее потребностях, и вы готовы изменить свое поведение таким образом, чтобы открыться навстречу Гульнаре, оказывать те небольшие знаки внимания, которые сделают ее снова счастливой, и говорить с ней о тех вещах, которые волнуют ее и на ее языке. Решайте, делайте шаг, если вы готовы, а мне вам сказать большое счастье. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ